Этот лазер использует спиновое состояние фотонов. Он оперирует в состоянии поляризации фотонов. Это самое умное слово, дальше я буду просто говорить. И вот эти состояния фотонов оказываются способны записывать генетическую информацию. Я перескакиваю через много непонятных вещей, которые до сих пор мы изучаем. Многое и нам самим непонятно. Хотя я работаю с физиками уже много лет. И сейчас работаю с Геннадием Ивановичем Шиповым, который крупнейший в мире специалист по торсионным полям. Вот как раз мы получили торсионные эффекты на этом самом лазере. И именно вот эти фотоны мы используем как способ записать генетическую информацию. Проще говоря, как? Берется лазер, луч, и он сканирует, например, клетку. Вот он стоит, он лазер. Видите? Он очень простой свинок. Но там драгоценное свойство. Там две поляризации. И вот они как раз обеспечивают эту способность считывать генетическую, а даже более широко генетико-метаболическую информацию. Потому что все наши молекулы, из которых мы стоим, они все оптически активные. То есть они вращают плоскость поляризации света. Значит, лазер это чувствует. И записывает информацию о всех молекулах, в том числе и о ДНК, как основной информационной структуре нашего организма. Вот он записал в виде фотонного поля, которое промодулировано по поляризациям, то есть по спинному состоянию. А дальше мы поступаем очень просто. Мы переводим вот это излучение, которое мы получаем из фотонов, а оно там еще некая такая тонкость, но она принципиальная. Эти фотоны превращаются в широкополосное электромагнитное поле, в том числе и в радиоволны. То есть имеем на входе фотоны, а на выходе имеем радиоволны. Вот как радиостанция принимается радиоприемник. В данном случае наши клетки, которые мы считываем, они являются как бы радиоизлучателями этой информации. Мы ее считываем лазерным пучком. В итоге мы получаем запись на определенную линию волны, в виде звука. Так же, как на радиоприемнике. Звук. Вот этот звук мы просто переносим на флешки, на носители и даем больным. Я об этом пишу и говорю, что если вы хотите излечиться, то, конечно, лучше всего взять вашу собственную пуповинную кровь и вашу плаценту при рождении. Ну, поскольку этого пока никто не делает, только сейчас начинает делать, то эта пуповинная кровь плацента будет источником информации для вашего оздоровления, омоложения и так далее. Значит, ну, поскольку у вашей нет, то берете детей ваших собственных, или внуков. Вся та информация, которая содержится, мы ее считываем и потом переводим на флешку, отдаем больному, или просто по электронной почте передаем по почте, и все. И человек слушает. Все. Знаете, какая? Любая вот хорошая вещь, она должна быть своей основой простой. Вот наша идеология, она очень простая. Мы говорим, и повторяя вслед за Горвичем, который первый сказал в 1924 году, что хромосом, в том числе нам же хромосом, есть волновой или полевой эквивалент. Тогда он, конечно, не объяснял, он просто чистая гипотеза, блестящая гипотеза, да, была. А что такое волновой эквивалент? Никто не знает. Значит, мы сейчас немножечко подошли к пониманию этого дела. Этот волновой эквивалент, хромосом, как раз у нас работает. Мы его вводим, человек, когда он слушает. Потому что генетическая информация записывается в форме торсионного поля, она переносится акустическим полем, и человек слушает и получает эту торсионную информацию и корректирует свое здоровье. Например, у него больное сердце, он взял от своего ребенка или от внука вот эту информацию из пуповины крови, из плаценты, слушает этот звук и излечивается. Таких случаев у нас очень много, уже там десятки, если не сотни. Очень смешная история, когда у внука росли зубки, да, и у бабушки лечили одну, а выросли зубы в итоге. Да, значит, это вот как раз мы отрабатывали только. Это один из самых первых наших. Вот как раз там же, ниже в Новгороде, где вот эта группа медиков работала. И вот Аня Какая, которая ведущая в этой группе была, кандидат в медицинские технологии, у нее мамочка. Мамочке 60 лет, зубов нет. Значит, эти самые протезы. У нее еще и диабет. И она просит меня, ну, давайте мы попытаемся ее от диабета полечить. Ну, давайте. А что взять в качестве информации? Значит, уже внуки у нее, дети этой самой Ани Какая. Ну, и был мальчик, внук, им как раз смена зубов была, 9 лет. Вот. И мы из пальчика просто взяли кровь, на всякий случай. Думаем, а вдруг сработает? Там же тоже в клетках крови содержит та же самая информация генетическая. Она во всех клетках одна и та же. И начали ее диабет лечить. И у нее сахар высокий такой, он стал прыгать. То очень сильно упадет, то подскочит. Мы отрабатывали режим, потому что там важно, на какой частоте я записал, какое время воздействия. Это масса всяких вещей. Вот. Пока мы отрабатывали, у нее, значит, и облучали мамочку этим звуком, у нее вдруг разнесло обе чилищи, опухление. Мы были в шоке, потому что думали, ну что-то нехорошее дело. Она бежит к лентгенологу, снимает и видит, у нее три зуба выросли. Очень быстро причем. Примерно, чуть ли не месяцами же это идет, рост. А у нее там где-то за пару недель. То есть биологическое время, оно такое у нас, оно регулируется нашими хромосомами. Особое биологическое время, его можно ускорить и сжать. Растянуть и сжать. Вообще фантастик. Вот. И у нее, значит, зубы выросли, и мы успокоились, это прецедент был. Они уперлись в протезы, пошли в стороны, поэтому вызвали травму. И у нее отек был такой, да. Потом все... Если там имплантант сидел, Что происходит? А? А если там имплантант сидел, например. Имплантант? Ну, например, у человека имплантант встроен, и у него, например, начинает запаситься. А, ну, он вытолкнет, и все. Но мы дальше же не шли. Да дальше эта группа разогнает. Как только эта информация просочилась, стало известно, значит, звонок разогнать. Группу собирает, разгоняет, там собирает секрет. Это все. Понимаете? Вот такие вот приключения у нас. Это совершенно другая медицина, это все совершенно другая бактериология, потому что она основана на другой генетике. не на старой генетике, которая, так сказать, послужила в своем, и сейчас она уже вот, ну, как ступенька, да? Надо на следующую ступеньку. А они говорят, нет, там нет ступенек, только вот здесь, все здесь, на этой ступеньке. Потому что тут наша зарплата, тут наши посты, наше кресло, знаете, естественно, да? А тут надо переучиваться. А зачем им это? Естественно, лучше погубить это направление, и все. Проще всего поступить. Так они и поступают. Вот, собственно, и все. Вот такая вот ситуация вокруг нас. Причем интересно, в Киеве, вот там нашелся какой-то человек, который увидел рукопись этой книги, и чек на 20 тысяч долларов он дал. То есть есть люди, которые понимают, большой тираж, и посмотрите, как она издана хорошо. Роскошные бумаги, все. Вот эта помощь, которая вот оттуда пришла.